Ну что, отправляемся с Ксюшенькой на первое занятие в художку. Взяли стул раскладной. У нас есть табуретка такая, знаете, походная, как рыбацкая, не рыбацкая они называются. Там было написано стульчик. Сосед вот нас тоже выручил такой рыбацкий стульчик у него, камуфляжный. Он легонький такой, трубочки полые, металлические. В пакет из-под фикс прайса обычный у Ксюши вошел. Я говорю, можно между ручками его зацепить, на спинку одеть и спокойненько нести, чтобы не в руках. Сейчас оттуда доедем, посмотрим, как и что. Может быть, где-то помогу Ксюше. Может, с ними дойду, не знаю. Вообще, посмотрю, как. Тоже у них занятия с 4.40 до 6.40. И получается, если я домой поеду, минут 20, наверное, точно ехать сюда. Минут 20 обратно, это я уже 40 минут потеряю, почти час, считай. Но час я дома побуду. Не знаю, смысла, наверное, нет ехать домой. Я вон положила подушку себе. Ксюша сказала. Я говорю, если что, я там на заднем сидеть. Скакую же, я буду лежать, спать. Либо работать. Отвечаю на комментарии. Может, там каталоги девчонкам подправляю. В общем, посмотрю. Домой, наверное, не поеду. Может, там где-нибудь. Пошаперюсь. А что шапериться-то? Ладно бы по магазинам погулять, походить. Так денег нет уже, все. На нуле. Деньги, деньги на нуле. На нуле. На нуле. Песенку сочиню. Как эти все? Кто они там? Дава, да эти. Моргенштерны. Они там все. Деньги стреляют. Поют там роликсы, шмоликсы. А мы наоборот. Деньги, деньги на нуле. Ой, господи. Я думаю, у меня зрительная галлюцинация. Вообщем, едет машина и велосипедист рядом с ним. А мне показалось, мужик какой-то из окна торчит такой. Едет в машине. Я думаю, что он вылезает-то на ходу. Тырин-тын-тын. Пам-пам. Нет у меня звуковых эффектов дополнительно. Так я сама сочиняюсь уже. Время четвертый час. Папа у нас до сих пор не приехал. Потом, наверное, после занятий художки. Лошади, лошади. Хочу вам еще раз их показать. Вон она. Красота какая. Лошадки. Начала говорить. Лошади меня сбили. Опять Ксюша говорит, мама, ты же опять что-то там не договорила. Начала говорить про после занятий. В общем, наверное, потом, сразу же после занятий с Ксюшей заедем. И надо будет забирать мальяжку. Но радует, что завтра суббота. Занятий у Анюты в этом, в Лилео, нет. У Ксюши сказали, первые две субботы не учебные. Не учебные. А потом, возможно, субботы у них будет дистанционное образование. Ну, насколько я слышала, что большинство школ, да даже не большинство, наверное, а все школы, старшеклассники, субботы, будут у них дистанционное образование. На каком языке я разговариваю. Ничего, мне простительно. Я за рулем еду. Сосредоточена немножко на другом. Отвела Ксюшу на занятия. Слушайте, друзья мои, что-то я офигею от стиля их общения. Вроде бы люди творческие, люди культуры. Ну, как они общаются. Вообще жуть какая-то. В общем, заходим мы. Я захожу в маске, как положено. Сейчас вот она у меня убрана. Ко мне бежит женщина. Там у них списки лежат. Бежит с этим градусником электронным. Так, вы у нас кто? Мамаша? Я как-то, знаете, заулыбалась с Ксюшей. Говорю, мама, я мама. Мамаша, говорю, так тихо проговорила. Ну, там что-то, знаете, за это закипишило. В общем, я спросила, а как узнать нам еще раз класс? Говорю, вдруг что-то не то нам сказали. Я тут сама вообще ничего не знаю. Давайте, проходите. Какого вас вам сказали класс-то? Я говорю, второй Б. В итоге она такая, так, 19 кабинет. Все, поднимайтесь на второй этаж. Я начинаю проходить. Я вообще хотела подняться и поговорить с кем-то. Вообще найти какого-либо человека, чтобы узнать более подробную информацию. Пообщаться, как-то поговорить. В итоге она меня обратно за рукав хватает, меня выпихивает. Нет, 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 ребенок проходит. Вы не проходите, вам туда нельзя. Я говорю, так мне нужно узнать. Они будут на улице, мне сейчас стульчик у нее забрать или нет. Я не знаю. Нет, наверное, они никуда не пойдут. Я говорю, так, наверное, или не пойдут. А то, говорю, она сейчас поднимется наверх, туда. И в итоге окажется, что они пойдут, и ей понадобится стульчик. Благо, что я осталась вот здесь, вот решила, думаю, ну, буду в машине сидеть и никуда не поеду. Мне прям вообще не нравится такое отношение. Другая тоже подошла, говорит, нет, наверное, они никуда не пойдут, на улице холодно. Но опять же тут, когда я уже спускалась, выходила, после того, как меня вытурили оттуда прямым вот так вот текстом, все, уходите, уходите, уходите. Дети с улицы заходили, заходили со стульчиками, заходили с папками, со всем вот этими своими принадлежностями. На улицу я вышла. Ребята тоже сидят, раскладывают эти стульчики. Ксюша еще как-то это переживает. Говорит, мам, я, наверное, одна с этим железным стулом иду. Ничего, все вообще со стульями. Вот именно такие вот рыболовные, вот эти вот стульчики. Короче, поднялась она у меня туда, наверх. Я говорю, Ксюша, подойди к учителю и спроси, пойдете вы на улицу или нет. Я говорю, пока я вот, ну, отошла здесь, говорю, чтобы мне, может быть, вернуться и тебе стульчик отдать. Вот она говорит, хорошо, я позвоню, если что. Ну, вот телефон у меня здесь на подхвате, звук включен. Если что, Ксюша меня наберет вообще. Какие-то, я не знаю, быдловатые люди у нас. Может, город у нас такой, какая-то культура общения не развита, что ли. Машина припарковалась тут или разворачивается. Как-то близко так сначала двигался мужчина. Напрягло меня немножко. Так что буду я здесь в машине, наверное, сейчас все эти два часа проводить. Наверное, сейчас вообще вон кресло вперед поставлю. Залягу здесь, я взяла с собой подушечку, буду здесь на заднем сидении лежать и ждать Ксюшу, отдыхать. А может быть, даже и вздремну. Не хочу никуда ехать. Анютке позвоню. Через минут 20 поинтересуюсь, как у нее там дела. Она выполняла домашние задания на черновик. Но завтра нет учебы, поэтому либо вечером перепишет на чистовик, приеду, когда домой. Ну, либо завтра уже. Так хорошо расположилось. Все так хорошо. И слышите, там вон подъехала какая-то машина. Так у нее было тут хорошо лежало. Ладно, фиг с ним там эти машины приезжают. Там кое-где иногда бывает с музыкой тоже приезжают. Но тут вообще дискотека какая-то приехала. Короче, нет мне покоя вообще нигде. А так хорошо лежу здесь. И далее как что. Там курточку повесила себе, чтобы никто тут на меня не заглядывал. А тут меня кресло закрывает. И тут у меня дискотека приехала. Уже стоят тут минут 10, музыку играют. Капец. Нет мне нигде покоя. Ой, капец, капец, капец. Ладно, лежу просто музыку слушаю. Так в телефончике копаюсь. Расслабляюсь. В общем, еще минут 40 мне точно здесь находиться. Поспать не удалось. Сижу, слушаю книгу, аудиокнигу Джо Диспенза. Ой, я замучилась тут сидеть. Два часа. Пошмар какой-то. Сейчас я тут настрою. Своё снимала. Снимала. Своё муку. Я же хочу банан снять. Я же банан. Слушай, убрала водичку с собой попить. Банан положила, перекусить тоже. Я тут уже и полежала, и посидела, и видео посмотрела. И аудиокнигу послушала. Короче, всё, давай, поехали. Домашку задали. Сделайте это. Таблиц. Всё. Этюд. Акварелию нарисовать растения. Любое. Ну да. Сказали, типа, пока идёте домой, посмотрите там на интересные растения. Фотографируйте, и дома рисуйте. А как я посмотрю, я следом на шаги езжу. Ты до понедельника. Вышла любой вон. Этюд. В агород вон вышла. Угу. Лисуй. Астры, цветы. Что-нибудь ещё. Ну так-то вообще как? Что прошло? Ты зашла? Учительница как-то познакомилась с тобой или нет? Я зашла. Увидела там какой-то кабинет. Всё, пришла. Там уже где-то хорок был. Мне сказали, а те, кто вообще, типа, пустил-то? Бои, тебе нужно на улице было встречаться. Она бы нас должна была встречать. Господи, да тут вообще ничего не понятно. Вот. Я говорю, тут это... И это она говорит, ты чё, ты пришла? Вот сейчас тебе придётся со мной на улицу. Пойдите, остальных ждать. Ну, там уже ровно кончился. Я стояла перед ней минут 20. Просто после её стола молчала. Потом мы вышли там, где-то ждались. Пошли обратно. Всё. Она сказала, что сегодня там всё растение. Показала, ну, работы какие-то. И вот, раздала каждому там поросенью. И всё, типа, всё ранее. А кто закончил, там ещё на стиле картинка стояла со всякими ракушками и шишками. Ксюша, так вот два рисунка за урок нарисовала. Да глядишь, тебя и в третий класс сразу же отправят. Экстерном закончишь художку. И чё, сдала рисунок этот или что? Да, конечно же, да. И как потом там оценки будут выставлять? Дневник должен быть или что? Ну, сейчас ничего не выставляют. А до этого, ну, в нашем классе вообще ничего не выставляют. А до этого класса была, они типа старше нас. Им там что-то в журнал сами. В общем, ни с кем ничего не пообщаешься. Это там тётенька на входе стоит. Оу, ноу, 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 ноу. Никого никуда, ничего не пущу. Кричит там с первого тоже «Ксения!» Ксения, мне набрала. Учительница сказала типа «Стойте, ждите меня, потом все вместе увидим». Сказала, есть. Я уже ждала, все ждали. А это бегает, кипишит. «Ксения, ты почему там стоишь?» «Ксения, спускайся, Ксения!» Какая-то странная женщина. В итоге так ничего не удалось ни поговорить, ни информацию толком узнать. Так, если бы мы пришли попозже, на улице бы встретили учителя и бы с ней поговорили. Она говорит, я сама-то ничего не знаю. А я откуда знаю, учительница это наша или не учительница? Может, это вообще какая-нибудь там родительница? Кто его знает, кто там, что там? Я спросила там, что, как, вообще, что. Она говорит, так я вообще сама ничего не знаю. Вот, вот, вот. Они так на все вопросы и отвечают. Мы сами ничего не знаем. Так, что они не знают? А что они должны делать? Так, ну, элементарные вещи какие-то. Дневник, вот, например. Надо дневник для этой школы художественной или не надо? Так нет, зачем? Ну, как? Так, я вот, допустим, твою успеваемость в этой школе хотела бы посмотреть или как. Все равно какое-то собрание проводят. А тут говорили, что вроде как первого числа родительское собрание. Даже у Ани в Лилио, да, частная школа. И то в воскресенье собрание родительское. А тут государственная школа, не частная. И никаких собраний. Непонятно. Ничего мне непонятно. Папа у нас, интересно, приехал? Нет что-то? Ни звонка, ни ответа, ни привета. Тишина. Мартин тут накрышил. Сидит опять, жует тут. Ксюша, она тут умылась, тоже намазала всякие эти средства себе на лицо. Так, вот что она рисовала. Где-то травину приносила такую, срисовывала. Она уже на улице лежала. А, ну все, уже выбросила. В общем, листик клевера, говорит. Все девочки успели по одному рисунку нарисовать за урок, зайти за два часа. Мальчик там еще есть, да? Вот, а Ксюша два рисунка успела нарисовать. Вот эта вот первая ее работа. Шишка похожа на червяков. Ой, красивая шишка, что. Только тень, наверное, к ней надо было какую-нибудь нарисовать, да? Нет, просто шишку нужно. Вот именно первоплановый рисунок надо. Ну-то, тебе показать. Так я же показывала ей. Давайте ставим Ксюше лайки за ее работу. Ну, красиво же, прямо и тень, и все. Вообще, мне нравится, Ксюша. Там вот уже желающий крафон одет. А, ты где? Тут, по-то еще смотрю. Да, все уже, время 10 час. Мы с Ксюшей только в 9-м уже приехали. Поужинали, Марьяшу искупала, и все. Укладываемся спать. Папа наш тоже поздно приехал, в душ пошел. Сейчас помоются все. Все помылись, в общем, и ложимся спать. Лепардушка моя. Анютка, скажешь всем пока-пока? Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик. Пишите комментарии. Нам очень нравится ваши комментарии читать. Во, как уже она. Видали, что? Мама-то научила. Все. Маме и сказать больше нечего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok